Вернуть народную дружину. За возвращение добровольцев высказываются как местные жители, так и организации, ответственные за правопорядок. Есть горожане, которые сами не прочь надеть на рука в красную повязку и охранять покой городских улиц. Подробности у Евгения Янурова. Для того, чтобы наглядно показать, что работа дружинников востребована, сотрудники муниципальной милиции пригласили нас в одно из вокзальских общежитий. Здание на улице Аносова пользуются в районе Дурной Славой. Почему, рассказывает вахтер. Квартиранты в основном на четвертом этаже, которые наводят беспорядок, которые ломают, все крушат. Посетить некоторые квартиры словно побывать в храме Шаулиня. На стенах когда-то образцового общежития зияют дыры. Видимо, некоторые жильцы оттачивают здесь свое боевое искусство. Собрать всю картину воедино можно уже на четвертом этаже. С бутылочкой? Да, просто на выходных здесь. Ну, у вас что, комната была? Но это еще культурные посиделки, отмечают горожане. В выходные здесь встречаются целые компании. Они без выпивки, скандалов и драк обходятся редко. Вот это вот молодежь, их и гулянки. Вот это все поломано, это все они. Мы уже куда только не обращались. Мы уже что, и полицию каждый день, и тут уже и участковый, все, значит. Полиция, участковый, а также сотрудники муниципальной милиции, конечно, приходят на помощь к добросовестным жильцам. Но постоянно следить за общежитием невозможно. По восстановлению или по ремонту как-то мы можем оказать им помощь. То есть они напишут заявление, письмо или там. Мы направим в управляющую компанию, и чтобы эта компания помогла жителям данного помещения. Видно, что и стены переломаны, и двери поломаны. И я вот считаю, что неплохо было бы снова возродить народную дружину. Один из таких добровольцев уже сегодня отправился в рейд вместе с полицейскими. Пенсионер Геннадий Водолеев раньше служил в УВД, затем перешел в добровольную народную дружину. После ее упразднения сидел без дела. Сейчас мужчина снова готов выйти на улицу и патрулировать город. При систематическом посещении таких вот мест, где совершаются распитие спиртных напитков, курение, появление в пьяном виде, и наше появление само группы народных дружинников или совместно с милицией, то влияло положительно на данный вопрос. Мы очень даже хотим, чтобы это возродилось. Когда была народная дружина, мы неоднократно, рядом территория вокзала, мы неоднократно к работникам обращались и были им благодарны. И одно дело, когда я сделаю правонарушителям замечание, и другое дело, когда сделают соответствующие органы замечание. Геннадий Водолеев надеется, что у него найдутся единомышленники и работу народной дружины удастся возобновить. Речь пока идет о полностью добровольной организации.